Это чтобы гости почувствовали себя как дома, а это уже чтобы поняли, что такое настоящая русская удаль. Иркутск впервые принимает участников международного проекта «Великий чайный путь». 270 граждан Китайской Народной Республики прибыли в областной центр сегодня утром. Они едут по России на специальном поезде по маршруту, повторяющему «Великий чайный путь». Столетия назад чай из Поднебесной доставляли в Иркутск именно этой дорогой. Она лежит через Маньчжурию, Читу, Улан-Удэ и Иркутск. Я впервые путешествую на столь дальнее расстояние. Мне очень понравилась русская культура. Она меня поразила. Договоренности о реализации проекта были достигнуты в марте этого года в Иркутске. Проект поддержан и на федеральном уровне. По словам временно исполняющей обязанности руководителя агентства по туризму Мариной Рожковой, этот маршрут может стать одним из самых популярных туристических направлений. Он позволит привлечь в регион большее количество туристов из Китая. Как тех, кто ни разу тут не был, так и тех, кто в Иркутск, на Байкал, пусть давно, но уже приезжал. К слову, последних в поезде, идущем по «Великому чайному пути, оказалось немало». Сегодняшнее общество, конечно, отличается от общества в Советском Союзе. Однако русский народ до сих пор является нашим другом. За время путешествия по России мы поняли, русский народ очень гостеприимен. В перспективе сделать этот туристический маршрут еженедельным и круглогодичным. Пока же гости из Канейр рассаживаются по автобусам. Их ждет знакомство с городом. Татьяна Беретина, Александр Барановский. Новости сейчас.